Вот я сейчас нахожусь в городе Боровск. Это один из старейших старых русских городов. Он прекрасен, просто великолепен. Там приборок, цветущая сирень. Не знаю, жаль, наверное, из телефона плохо показывает, но я пользуюсь случаем, выложу этот ролик. И сейчас я узнал сегодня, что планируют во всех регионах России ввести ТОРы, территории опережающего развития. Что такое ТОР? Это огромный русский земли, который сдается в аренду на 70 лет. То есть фактически дарится. Потому что вы прекрасно понимаете, что аренда на 70 лет это навсегда. Особенно, если придут китайцы. А самый богатый средственный сосед сегодня это Китай. Китай, который является кредитором, триллионным кредитором США. Они просто все здесь скупят, а нам придет трындец. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Вот, опытный журналист, писатель, ветеран армии США и все такое. Вот, смотрите, какой храм. Прекрасный, старый храм. Этот храм фашистами был переоборудован как тюрьма. И здесь держали Виктора Георгиевича Гладышева. Человека, с которым я потом делал интервью. Человек, который был малолетним узником фашистов. Сыном полка и участвовал в параде победы. Общее руководство, которым осуществлял мой прадед. Генерал-лейтенант, а позднее генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев. Вот. Великая история у нас была. Великая. А сейчас все прогажено. Без единого выстрела, без чего-то там. Просто за деньги, за разноцветные пантики и бумажки. Все прогажено. Где твое величие народ? Поймите главное, друзья. Попутно с этим сейчас за них ходят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей для тех, кто будет отказываться сдавать анализы на эту COVID-19. Он же коронавирусная инфекция, SARS-CoV-2. От 15 до 40 тысяч. С какой стати я должен этим тварям поганым давать отчет, куда я еду, брать товарный код на себя одевать? С какой стати я должен делать это все? Мы оккупированы, поймите. Это уже определенно не ясно. Это очень печально, но это так оно и есть. Мы оккупированы, и трындец пришел. Вы не думайте, что они будут милостивы с вами, и остановятся только на том, что будут загаживать наши земли. Нам придет трындец однозначный. Вот и все, друзья. И на органы уже людей пускают. Посмотрите мое интервью с доктором права, выпускником Кембриджа Антоном Бурковым. Прошу прощения, если я ударение неправильно в фамилии поставил. Так оно уже и есть, и будет все хуже и хуже. В Москве и в ряде крупных городов уже проходили фактические бунты. Ребята, людей из Средней Азии, рабочих из Средней Азии, которые сейчас даже домой выбраться не могут. У посольства Узбекистана собралась манифестация буквально в несколько сотен человек, граждан Узбека, Узбекистана. Потому что люди брошены на произвол судьбы. Им даже QR-код этот сделать не получится. Им передвигаться нельзя. То есть они из разряда людей, из разряда товара переведены в разряд некондиции, что ли. А вы знаете, что в этой Госдуме, трах-тери-бери-дох ее и тить? Это я просто так выражаю эмоции. Там сейчас всерьез рассматриваются градации людей на простолюдинов. Ну, я услышал про простолюдинов. Мы с вами простолюдины. Нет, я из рода Анинковых, с одной стороны. Но мы все простолюдины, у кого денег нет. Понимаете? А Ани кто? Новое знать? Элита? Я не буду выражаться нецензурной бранью. Просто очнитесь. Мы колониальное общество, которое под сруб, под снос, под уничтожение. Так оно есть. И так оно и происходит. У нас с вами на глазах, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере желания и возможности поддерживайте мой труд и пробуждайтесь, наконец. Поймите главное. Не будет доброго волшебника на голубом вертолете. Все уже прилетели. Открывайте глазоньки и пробуждайтесь. Для того, чтобы стало лучше, надо встать самим и начать действовать. Помогай нам всем Бог, друзья. И быть добру нашей прекрасной земле. Я не хочу, чтобы здесь вот огромный надел Калужской области, этой цветущей прекрасной земли, был отдан китайцам ни за что, за ноль. И они здесь очень быстро станут хозяевами. И тогда мы забудем свои маленькие межнациональные распри, граждан СНГ и прочее забудем. И так далее. Потому что они нас всех перемелют. И с потрохами сожрут. Очнитесь, люди. Пробуждайтесь. А распри правда забудьте. Потому что Средняя Азия, это была часть Русской империи. Потом Советского Союза. А теперь это государство, которое разграбляет Китай. И ошибся тогда с Горно-Бадахшанской областью, да. Но ошибка это была... Ошибся только в том, что 6 лет назад это произошло. Эта сокровищница Советского Союза была отдана Китаю за долги, за бумажки, за фантики. Ни за что. Продана. Имамали Рахмон, предатель собственного народа и своей родины. Вот он кто. Вот и все, друзья. И так же предают всех нас. Пробуждайтесь. Территория опережающего развития, это фактически де-факто захват страны, оккупацию, разделение на запчасти. С последующим осваиванием ее Китаем. Простейший факт. Газопровод Силы Сибири построен за счет Эрофистана. Газ туда идет в несколько раз дешевле, чем потребителям в Эрофистане с уже подключенным газом. То есть задаром. А у нас, чтобы к уже построенной магистрали газовый человек подключил свой дом, ему надо выложить как минимум 300 тысяч. Это в Калужской области. Это минимум. Это без оборудования еще и так далее. Вы понимаете, какой ужас? Мы с вами не просто рабы или просто людины. Мы товар. Блин, не хочу вас огорчать. Пробуждайтесь. Доброго всем денечка. Помогай нам всем, Господь Бог. Я вас всех люблю. И все равно я верю в добро. Мы победим. Держитесь. Будьте в хорошем настроении. И обходите их бутитрами. Обходите. Обскакивайте. А вы, те, кто в форме, силовики, не служите палачам, не служите оккупантам, не служите предателям нашей Родины. Думайте головами. Потому что Родина у нас одна. И другой не будет. И у нас очень хорошая, богатая Родина. Прекрасная, красивая. Но если мы ее сейчас прогадим, другой нам Господь не даст.